всем привет с вами марина север и вместе дабы летсплей мы продолжаем кайт арчер у нас тут зима снег холодно у нас там свечка да чтобы было зимняя кружка я все что когда у него смотри но чуть-чуть чувак а ты как бы это ты чё-то вас уже ой он прозрачный чё делаешь ты мацан я взял а я а как встать ой человек и теперь блять я ты чё вот такой я взяла необычная короче я не помню что мы должны делать мы на какой-то полярной станции кстати почему да вот другое дело совершенно другое дело другая атмосфера и сразу стало страшно да кстати защищаете очки очки да очки твои так поговорят мудку а он уже ничего не скажет давай отключу свет о а он был оказывается ключа ну а ему пофигу это же было какой-то полярной станции а что мы вообще делаем помнишь нет вот и я не помню мы должны найти мой здравствуйте а почему-то в такой странный позе давай начнем с ним разговор ты чураком стоишь ты чё вы должны восстановить он вышел из-под контроля какой-то ой это так шаблонно если честно а подождите слышали бутылочка джина а кто-то вышел из-под контроля его инсульт ебнул что ли только да а кому генерала дубова которого мы убили кстати говоря а генерал на следующей неделе мы готовы начать полевые испытания а приняли ли ваши товарищи окончательное решение ведь такая возможность бывает только раз в жизни имейте виду kiore рус музыку вообще музой она мешает нам читать на самом деле ввиду есть и другие заинтересованные лица к тому же если вы подпишите контракт да и еще на наши канал да себе следующих сорока восьми часов да мы добавим еще 18 месяцев бесплатной технической поддержки только для посвященных кстати что за полевые испытания вообще что они делают. Я немножко убавлю музыку, как-то она напрягает. Я хочу больше слышать эффекты. Страшные. Ой, математика. Монолит, кстати. Смотри, сердечко там было. Я люблю Крэга. Какого кто-то любит Крэга. Какого-то, не знаю. Так там остаются одни мужики. Они там что-то тоже пидры, что ли? Ой, интегралы. Господи. Иисусе. Что за жесть такая здесь? Это страшно. Это реально страшно, чуваки. Кстати. Да, чтобы не было страшно. На тебе, турбак. С днём рождения. Убегай скорее. Ну и что ты мне там подбросила, рыжая сучка? Сам ты рыжий, это не он рыжий, это я рыжий. Кстати говоря, он ведь тоже рыжий. Это все рыжие мы. Горячий шотландец. Я подожду здесь. А? Здесь? Ну ладно, жди. Да, музычка такая, знаете ли. Так, нам... Кто-то поломил потолок, представляете? Это страшно. Кстати, а почему? Что-то здесь произошло, это полярная станция, и чувак сказал, мы должны кого-то остановить. И это напрягает. Он вышел из-под контроля. Это звучит очень жутко, между прочим. Но если бы мы не знали, кто там выйдет на самом деле, из-под контроля, нам было бы страшно. Чтобы он был не так жутко. Вот смотрите, какой у меня свитер. Помните, что я в нем записывала? Скользкого дворецкого. Мяу. Да, он был очень скользкий. Он так скользил. Все ли вы бы только слышали, как... Ай! Силечка... Нет, там такого не было. Там все было нормально. Такого не снимали. Сточку. Почему бы вылилось туда? Потому что там нет прохода. Все правильно. Ну ладно. Нам сто очков дали. И музыка напрягает, и что-то никого нет. А зачем нам бронежилет, собственно говоря? Вот это тоже напрягает. Смотрите, ну-ка, давайте в окошко посмотрим. Там просто бескрайний снег. А можно разбить? Ой, нет, мы не будем тратить патроны. Кстати, у нас тут есть вот такая вот штука. Ну, впрочем, и без нее все видно. Ну, пока нормально. Но если она есть, смотрите, вентилятор какой-то там стоит. Ага, сейчас подойдем. Что тут? Мы так не палимся, ходим. А ведь там кто-то ведь есть. Ведь сказали же, там какой-то хуй большой и страшный. Да, из-под контроля вышел. Так. Письмецо. Кому хозяйственное дело? От доктора Кусмана. Доктор Кусь, пожалуйста, перенесите взрывные устройства из лаборатории 2 в хозяйственный ангар. Надеюсь, вы понимаете, что место, где испытывается новое оружие, не очень подходит для хранения взрывчатки. Зачем мы это узнали? Новое оружие? Это сбежало какое-то новое оружие? О, нихуя у нас свечка, ты посмотри. Страшно. А как так? Она как будто подвешена за что-то. Ебать, свечка. Так бывает? Не знаю. На камере это вообще не видно, короче. Она, короче, такая длинная. Кстати, вы слышали? Там сейчас какой-то стук был в игре. Ебать, как страшно, слушай. Вы слышали опять это? Заметили, кто к нам пришел? Нам пришли на нас. Блаки хуяки. Она очень большая хуяки. Мы тут решили немножко убавить музыку, потому что она отвлекает от всех звуков. А двери и ворота оснащены электрическими замками. Их не удастся открыть, пока в сети не появится напряжение. Посмотрите, вы знаете, очень жарко в этой кофте записывать, потому что сейчас совсем не холодно. Я, кстати, сниму, потому что... Да, но при этом еще пришла... Это просто было для образа. С маленькой тю-тю-тю-тю, ее, кстати, не видно. Посмотрите. Лайк. Вот из-за лаки совершенно уже не та атмосфера. Мы должны были сраться, бояться. Она пришла, чтобы нас охранять от бояженки. Гаечный ключ. Лабораторный журнал Милберта Ходжкинса. День 189. За прошедшую неделю подопытный... Ну, номер 142 Андерас. Андерас какой-то, блядь. Андерас Джозеф. Давайте будем называть его Андерас. Лейтенант. Стал еще более агрессивным. Мы увеличили дозу, но это не помогло. Боюсь, нам все же придется ликвидировать его. Правда, есть еще один способ. Но для этого подопытного надо доставить... Но для этого подопытного надо доставить на подводную базу в Эгейском... Эгегейском море. Эгегейское море. Нужное оборудование есть только там. Что это у нас? Андерас какой-то. Андерас и Эгегейское море. Отлично. Вы поняли все. В тери заперты, возможно, стоит поискать запасные ключи. Окей, найдем без проблем. Кстати, нам сказали напряжения. Нет, но при этом здесь работает электричество. Опачки, смотри. Садили лайки, посадили кошку. Ну, чтобы ее видно было, да? Видно только ее жопу. Проект Омега и вы. Читая сообщения о проекте Омега в ежемесячных отчетах, вы наверняка задавались вопросом, а что же это за проект? Действительно, мы так и не поняли. Пол игры прошло, мы не поняли, в чем его суть. К сожалению, чтобы получить ответ на этот вопрос, вам придется подписать три договора о неразглашении, а также пройти проверку на полиграфе и специальный курс нейролингвистического программирования. Однако, я могу открыть вам тайну. Проект Омега – это ключ к будущему страха. И этому проекту нужны лично вы. Если вам не безразлично будущее нашей организации, сегодня же встаньте на учет в ближайшем вербовочном бюро. Проект Омега ждет вас. Вот это, блядь, пропаганда. Я хуею. Аварийный выпуск пара. Внимание. А зачем это сделали? Чтобы вот это выключить. Надо вот это включить. Да. А что там было? Помнишь, чтобы что-то там взять, надо что-то полизать? А, чтобы спереди погладить, нужно сзади полизать. Что это такое? Угадайте загадку. Пишите в комментариях. Советская загадка. Или подожди, как она звучит-то правильно? Я не помню там, как она звучит. Вот. Починили. Починикс. Друид Починикс. А мы ни хера мы не починили. Починикс вообще. Вообще, провода оборваны, это можно исправить с помощью медной проволоки. Ну, охуеть теперь. Думать надо еще, понимаешь, физика. О, максимация, физика. Кстати, медная проволока, я сейчас скажу, где она. А хуй, вот она лежит там. А что делать? Блядь, а что делать? Надо хуй приделать. Так, погодите. Я что-то не пойму тогда. А, это типа работает. Ну да, там же все нормально, там только не было проволока. Чаечек надо попить. Да, кстати, у нас здесь чаечек и кошка, и свечка, кстати. Она уже нормально светит, да. Классно, охуенно. О, жрать будем. Так, я тоже сейчас попью еще к чаечку. О, там книжка лежит, значит, мы туда зайдем. Подозрительно, вот этот шкаф выделяется как-то на фоне всего. Так, страх досье, ладно, там 6714, лейтенант Джозеф Андрас. А, Джозеф Андрас, да. Был завербован на норвежской базе НАТО в ходе операции сбор шайки. Жена Марианна, дочь Абигаль. Терьер Спарки. Отличная военная карьера, большой боевой опыт. Примечание, с точки зрения профессиональной подготовки он идеальный кандидат. Но меня беспокоит его семейное положение. Присматривайтесь. А что они делают с людьми? Блядь, я думала, у нас там закончилось. Ты что? Что они делают с людьми? Они устраивают какие-то опыты над ними или что? Да. Посмотри, сундучок. Фу, кто-то наблевал. Давай сундук посмотрим. Видишь, что это с сундук? Очень не открывается. Фу, какой срач. Кстати, похоже, что они ели роллы, тут вот васаби, тут... Да, кстати, они там едят роллы. Представляете, как раздурано, вообще круто. Мука. Экли. Экли, мука. Смотри, чайник. Давайте, смотрите, тоже можно попить чай. Деликатесная паста у нас уже где-то была. Тесная, была у нас уже деликатесная, великатеская, великатесная паста. Ооо, а как вы тут готовите-то? Ооо. Кстати, этот звук прекратится когда-то? Слушай, это... Походу, нет. Он зарядку не сделала, вообще нет. Все, крестуется и шумит. Ой, там какая-то дыра. Что-то прыгать надо туда. Ну-ка, стаканы. Смотри, ну-ка, стаканы. Они тут водярь принимали, наверное, да? Я помню, как мы в Бонде. Помните, как мы в Бонде расстреливали водку там, пиво? Что там у них еще было? Да, борьба с бухлом у нас там была. Да. Смерть бухла. Так, куда мы идем? Так, вот мы уже сколько ходим, и мы так ничего не нашли, не встретили никаких людей больше. Улица. Курица. Улица. Так, ладно. Здесь какие-то ангары. Кстати, я вижу там взрывчатку, я вижу, значит, она нам нужна. Значит, мы найдем ручку. Все закрыто, никого нет. Что за хуйня? И при этом кто-то там вышел из-под контроля. Обосраться не стали. Все закрыли специально, чтобы это самое. Кстати, химическая компания АКМЕ. Заказ клиента Карл Кусман. Товары 400 литров бальзамирующей жидкости. 60 килограммов бикарбоната натрия. 20 коробок линцов на палочках линцов. Отлично, очень интересно. Кто вот это мог сделать? Это точно не человек. Ну да. Слышали? Нет. Досье генерала Николая Дубов. Опять этот Дубов. Дубов, покойся с миром. Да. Мы его ебнули очень эпично. Отправлен служить в Сибирь после ссоры с генералом Копатом. Копатыч. Как он отправлен служить, если он умер? Как можно поссориться с Копатычем? С Копатычем? Ну только если в огороде у него там чуть больше рудить, только так. По-видимому, причиной ссоры был роман с 18-летней женой или 24-летней дочерью Копата. Дочерью Копата? У него дочь старше жены. Вообще как? Что? В смысле? Смотри, 18-летняя жена, 24-летняя дочь. Ну, видимо, потом еще там женился. Ну это явно, что не она ее родила. Ну кто знает, может там обратно как-то растет. Вот идеальное сочетание высокого воинского звания с низким интеллектом. Он тупой, значит. Думов, что ли? Да. Да, мы его убили, поэтому он тупой был. Потому что он вышел как ебантяй. Да, но только ебантяй так могут приходить, только тупые. Люди подобные тупого как раз и составляют целевую аудиторию Омеги. Они способны оценить достоинства этого проекта, но едва ли догадываются, они его не достали. Он очень тупый. Здравствуй, дерево. Да, замечательно. Хорош, что мы его убили. Но жить такому тупому, ну это же очень плохо. Понимаете, мы сделали доброе дело. Замечательно. А где страшности-то? Я жду сейчас страшности, чтобы, как в чужом, чтобы страшно было. Так это же не хоррор. Что ты хочешь-то? Ну блин, тут сказали, он вышел из-под контроля, понимаешь. Надо видеть, что он. Должна на гендаре, на атмосферу, на гендаре. Ну понимаете, мы... Может туда подойти, посмотреть, что там, смотрите, как там красиво. Мы уже столько раз проходили эту игру, что нам уже совершенно не страшно, что там будет. Мы же все знаем. Но в первый раз, конечно, было максимально ссыкотно и... Бесконечно и снижало. Ну туда мы потом пойдем. Да, было очень страшно, потому что... Ну потому что, вы поймете. Здравствуй, папа, я тебя люблю. А бегай. Так вот она какая, телочка. Хиповка какая-то. Так. Ага. Кстати, мы идем и смотримся в зеркало. Да, и вторые очки, кстати, да. Зачем здесь вторые очки? Так. Что тут есть? Фонарь какой-то. А можно его взять? Нет. Сожалеете, нет. Нажалка. Мы искренне сожалеем, что не можем поставить новые дверные ручки взамен сломанных, так как мы заняты переносом взрывчатки из лаборатории. Какие-то взрывчатки. Возможно, вот это вот все дают нам какие-то подсказки, какие-то ручки искать. Ой, надеюсь, вам не нужно напоминать, что мы рискуем выйти из графика. Помнится, вы сами установили дату завершения работ над проектом. Как говорят англичане, мертвую черту. Подумайте хорошенько над этим словосочетанием. Мне нужны результаты. Если мы не успеем вовремя, придется продолжать работу во время сезона отпусков. А в таком случае мне даже не понадобится отдавать распоряжение о вашей казни. Наши сотрудники прикончат вас по собственной инициативе. Вот это да. Жестко тогда. Ну, понятно, человек, прикиньте, человек в отпуске, а его, извините, блядь, на работу созывают. Вызывают. Вызывают и как бы, блядь, он что, радоваться должен? Или у человека, блядь, выходной, а он на работу, блядь, вызывает. А что, тоже должен радоваться? Да нихуя. Так что, да. Вообще жизненно. Ой, а здесь, видимо, какие-то... О, слушайте, а может это и есть лаборатория, он оттуда и вышел? Бляхом. Так он, блядь, там, походу, стоит, смотрите. Кто? Где? Чегось? Ну, что-то пробито, а как бы... А куда он вышел-то? Пробито. Ой, страшно. Чакра у него пробита, вторая. Да, анальная чакра начала усыхать. Да что свет выключила? Страшно, мне что-то стало. А выключи этот маленький, или его нельзя выключить? Нельзя. Или что-то реально? Ничего нет. Только давай. Для служебного пользования. Индусы нас крупно подставили. Похоже, на их базе побывала наша старая подруга Кейт Арчер. А что сразу старая-то? Она вообще-то молодая, так-то. И 24 года всего. Откуда ты знаешь, сколько ее? Не знаю, примерно так. Мы должны ускорить выполнение работы. Не кажется ли вам, что пора испытать суперсолдат в действии? Я требую отправить все отделение на индийскую базу, пока туда не прибыли агенты Юнити. Заодно мы проверим ваше заявление насчет неузъемости суперсолдат. Да, и прекратите оправдываться насчет своего лейтенанта Дессертира. Если вы не в состоянии справиться с собственными подопытными кроликами, так и скажите, я поищу для этой цели другого ученого-психопата. Что за суперсолдаты? Ебать! Давайте их рассмотрим. Вот это не суперсолдат. Это ебанат какой-то, а не суперсолдат. Вы только посмотрите, а почему они такие жирные? У них какие-то... Блядь! У них какие-то газовые там, не знаю, баллончики. То есть, они дышат, а почему... Газовые баллончики? Это как метро, блин, я не знаю. Чем-то они, в общем, дышат. Че? Блядь! Тихо, давай посмотреть, че там! Что? Я? Ой, он только... Он родился! Я родился! Убери ты чем-то... Помоги! Мне! Помоги мне! Чувак, мы тебя боимся! Как тебе помочь? Покажись, пожалуйста! Блядь! Вот видите, какой он охуенный! Посмотрите! А-а-а! У нас видит, блядь! А если вы ебаните? Мы, конечно, понимаем... Мы, конечно, знаем, что это. Мы в это играли, но, блядь, это страшно каждый раз. Это очень страшно. Он слепой! Он слепой! Увидь нас! Блядь, он сюда идет! А если он дверь откроет? А-а-а! Он прям стоит там! Ты как выйти-то... Не-а! Ты как выйти-то собралась? Блядь, слушайте, а что делать-то он... А-а-а! Эвакуируйтесь в безопасное место, сказали. Открой дверь! Блядь! А-а-а! Нахуя ли ты здесь? Нахуя ли ты сказала открыть дверь? Ты черт! А-а-а! Что делать? А он теперь будет стоять там, что ли? Я не знаю. Нахер! Ты прибеги сейчас, что я и закрой, пожалуйста. Ха-ха-ха-ха! Блядь, так он там теперь будет, короче, стоять. Здравствуйте, а нам надо уйти. Уйдите, пожалуйста. Тихо! Давайте посидим тихо. Я вот чаешку пока попью. Слушай, зря мы туда призвали его, а? А, давайте его рассмотрим. Что это такое красное? А почему он как бы за ним идет? Он видит. Это, 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 это... А, то есть это и есть тот самый этот лейтенант Андрас, да? Пидорас? Да. Джозеф какой-то там. Пидорас от этого. А он долго будет стоять здесь? Да, походу, реально. Ну-ка, а если там выйти, это самое? Просто пробежать на дурачка. Он егнет нас. Ну, не сразу же. А, вот как. Замечательно. Опассаться. Моё пермицатор. А что делать? Вот это поворот. Сука. Вот нахерина ты его туда... Вот призвали мы вот этого Андраса дебильного. На свою голову, блин. Слушай, я не понял. Ты уходишь, нет оттуда. Может, его еще отвлечь как-то? Ну, что-то похож на чужого. Ушел. Ты что делаешь-то, мать? А в жопу ему стрельни? Ты что, он сейчас увидит? Так, отвернись, пожалуйста, оттуда. А что нам надо делать? Нам вот по той трубе лезть там... А сюда-то он зайти может. Фу, дальше пошел. Кажется. Сука, страшно. Еще читать что-то надо. Отчет о ходе эксперимента для внутреннего пользования не предназначен для публикаций в научных журналах. В общем и целом, результаты эксперимента вполне удовлетворительны. Мы опережаем график почти на две недели. Однако, надо признать, что одну неудачу мы все-таки потерпели. Подопытный номер 42, один из двух лейтенантов, все еще проявляет признаки независимости. Это, видимо, он, да, и признаки агрессивности. Приступы самосознания у него случаются все чаще, а поведение во время этих приступов становится все более агрессивным. Я же говорила, все знаю. Рекомендуем полностью перепрограммировать этого подопытного при первой же возможности. Проекту Омега не нужны... Кто? Ренегаты. Я думала, дегенераты. Ебанаты, ебанаты. Ебанаты им тоже не нужны. А дегенераты... Ты что делаешь? Ты что делаешь, ты ебанул? Ты что? Да я хотела открыть шкаф. Не советую тебе этого дегенератора. Сука. Ебантроп. Каждый раз... Да ты... В пердак прям. Тихо, тихо, давай подождем, он успокоится, а. Дышим. Это как с чужеродным Ну нахуй бежим скорее отсюда Слушайте, он поджарится может здесь Да он не пойдет туда, наверное Давайте посмотрим, понаблюдаем за ним Давайте его сверху ебнем Зачем ты его ебнешь? А, да, я его ебнуть хочу А он где сейчас? Ты зачем пошла? А если ты сейчас упадешь? Это будет самая эпичная смерть Да, прикиньте, вот туда упасть, мы же потом не выберемся Так, куда идет? Куда ты делаешь? Мне интересно, а он нас увидит? Он где вообще? Ты его подзови Ебанат Опа Смотрите, как хуячит-то далеко Слепой А у меня последний патрон В смысле вообще, последний патрон? Вообще А нафига где вы делаешь тогда это? Не знаю Мы столько патронов на него выложили А ему-то хоть бы хрен, он же супер Да, видимо, ебанат этого не убить А он может что-то пройти? Давайте его так сделаем Чтобы его это хоть как-то задержало Ну говорят же, допустим Ну или одну секунду его задержали Допустим, типа советуют закрывать там за собой дверь Ну кто знает, может поможет Там проломлено он выйдет вообще Ебанат, он сюда что-лидет? Слушайте, ты что делаешь? А он не пройдет, там же газ Так ему пофиг на газ, это же суперсолдат А он стоит Слушай, а ведь если бы газ не шел, он бы прошел Он очень кстати здесь Ты что встал там? Так, ну я думаю, что Наверное, все не закончится, да? Да Так, а зачем мы туда идем? Как страхово Ой, слышали опять этого? Он, наверное, там бушует Он, слушайте, трубы вырывает Так А зачем ему, собственно говоря, идти туда? Ведь он же может в эту проломленную фигнюшку Вот, смотрите Дверная ручка Вот А зачем нам дверная ручка? А, там граната То есть нам нужно как-то вернуться к Армстронгу или что? На, ну мы же, собственно, нашли Мы же, блядь, нашли информацию о проекте Омега или что там То есть его не задержал никакой газ совершенно, понимаете? Кто это сделал со мной? Это не мы, это не мы Да кому думаешь, что это мы? Обигали Это ты В смысле, ты думаешь, тебя дочка сдала, что ли? Ты что, ебанутый? Да, и твоя дочка Хотя кто знает А как мы пройдем теперь? Нам нужно вот туда, вот туда Блядь, а как мы это сделаем? Вот зря мы это сделали, да? Ну, в любом случае, тут по-другому никак не пройдешь Только так Бежать на пролом тоже как бы ебнет Ну, хотя у нас много жизни, но... Не, ну знаешь, это страхово Он сейчас какой-нибудь уйдет, а мы побежим А куда он идет? Ну, в смысле, он уже не может только там ходить Ты все равно игрой предусмотрена, что... Ты слепой, ты слепой, ебанутый Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что, ты прям вообще, ты посмотри Ты просто, я не знаю, ты мастер стелса, я... О, слепошарый хуй Так, вот смотрите, собственно, для чего все это делалось Да, и собственно, теперь нужно вернуться как бы обратно Взорвать вот эту штуку и вернуться в карамстронку Давай я прощала доктору Кусману, а Дмитрия Волкова, начальника карамельного отдела Карамельный отдел Благодарю вас за открытку, я такой красивый пидор Я очень, мне очень понравилась уже открытка, да спасибо, карамельный отдел, рад Это было очень любезно, особенно в свете того факта, что операции по устранению вашего дяди руководил лично я Блядь, я не знала, что такое написано Что же касается несчастного случая, то это произошло вскоре после кончины нашего бывшего Бывшего, да Зам-директора бывшего их мужчины Да, в Турничка Я тогда на родостях отправился в Альпы Каталась на лыжах, я попытался оттолкнуть какого-то мальчишку, заступившего мне лыжню При этом я врезался в его сестру и мы вместе сорвались с метрового обрыва К счастью, тело этой девицы смягчило мое приземление Кстати, знаете, вот этот Волков, он же такой забинтованный висит На самом деле это просто вот этот мальчишка, он имел в виду того рыжего чувака А сестра это Геча, Кейтка наша Серьезно, что ли? На самом деле, да, короче, в первой части мы не играли в нее, но я знаю, что там сюжет такой Короче, да, они что-то там мочились-мочились и упали в какую-то пропасть Так вот почему он на нее агрится-то, потому что она его просто всего убила Ты проходи дальше, нет? Так он стоит Так я ему и говорю А, ему ты мне Конечно Так, надеюсь, он там слепой Да, беги То-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Ты че смотришь на него-то? Смотреть, когда он обернется Ой, лучше не надо, не надо этому смотреть, пожалуйста, не надо Лучше если обернется, так это самое, пусть мы не узнаем нашу Смерть свою не увидим Да, смерть свою не увидим А-а-а-а-а, 4, 3, 2, 1, 0 мощь это было мощно так а то услышал это чувак кажется да он подошел бляха муха ну а вот кстати мы же тут мы падали сюда в общем-то да мы тебя видите слушай а ветерам стронг не знаешь что сетку то ходит вот и мы должны скорее мы должны предупредить обязательно мы погибнем здрасте чего чего чувак а вставай вставай блять он сюда идет вот вы видели что сейчас произошло короче ладно мы мы не будем никак благородничать чувак как бы каждый сам за себя ты не захотел спастись твои проблемы я тебя просто хотел удачи просто в шоке так что вали нахуй погибнем ты да я нет сюда скорее быстрее чувак говори чего делать надо чувак беги за смотри сразу закурил посмотреть реакция стресс здрасте а ты кто чё блять у вас вообще здесь происходит ты объяснишь мне скажи мне шури 1 хоткинс он пытался их предупредить вот этот хер который у вас там шкафу лежит до кого предупредить вы чё блять вы чё делаете вы чё тут творите с остальными все в порядке но этот с ним что-то не так вы чё с ним сделали он у вас вообще пиздец какой-то агрессивный ходит там агриться какую-то обигать вспоминает сила воли вот в чем все дело мы должны были провести более тщательную хим обработку ну это ваша проблема что-то не предусмотрели хуи чувак и такой спокойный бедный ход у вас нету ты знаешь что ты ничего что у тебя там вот он за стеночкой такой спокойный я хуею они же как бы работал с этими а не пройдет беги давайте мы будем наебарно я бывать заряда на я бы выше вот еще брата прибежал ты чё дебил он даже не сможет пробить эту хуйню ладно чувака чувак ты бы бежал бежал бы отсюда куда-нибудь да недолго ведь и бежит осталось мы это все знаем катушка твою твою дивизию убить 4 что пожалуйста то уйди отсюда нахер мне мне туда нужно да отойди так давайте его выманим Так, нам нужно Почини, блядь, быстрее, починись Блядь О, кажется, сюда возвращается Так, ладно, мы сейчас откроем Так Так, зашкиримся немножко Так ты успела побежать Там вот в той двери Что-то лежит Пробитый в стене Он же здесь, да? Не знаю Ебать, он Он был сзади Все это время, он был сзади А вот сейчас он идет сюда Он сейчас в жопу вставит Или Я не знаю, где он вообще Ты что, пошла-то куда? Он же везде здесь ходит Так, где он теперь-то? Ты что делаешь? Такое ощущение, что он сзади, я хочу найти, где чувак этот Обыскать его А, да Ты куда? Обыскать чувака Тебе заняться нечем, что ли? Посмотрите, что он тут сделал Давай посмотрим Зубочистка, ради зубочистки Что он там пробил, как стену Беги Кстати, а как он его пробил-то? Вообще без понятия Он так быстро прошел Давай сейчас Так, нам нужно Кажется, он все еще там Я не знаю Давай выглянем аккуратненько Сука Блять Он рандомно ходит Или может, мы нахер без этой пробитой двери обойдемся? А что там? Там, по-моему, бонус какой-то лежал Бля, ну давай Уходит Давай, давай Так Где этот ебучий бонус? Вот он И все А, так вот он где пробил Ни хера себе он какой пульс длинный сделал Блять, 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 блять Бля, блять, 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 блять Бежим, 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 бежим Бежим, валим, валим, валим Так, подожди А там все равно закрыто Армстронг А там творится Пиздец Ты даже можешь выбраться Даже лучше не знать Поверь, меньше знаешь, крепче спишь Это просто жесть Так, отойди оттуда Отойди Приехали Приехали, да Один, ноль Бабах бежим бежим режима не боли боли валим валим чувак а он прям за ней пошел а его ёбаным лотоком ты чё подальше убежать не мог дебил действительно помогай красноносы надо уходить враги на подходе много вертолет много мы не уйдем не думая обо мне мы пытаемся остановить что-то неройствую что-то блин это ты мой муж будущий ты чё вот этот что да нет вот этот армстронг какой страшный смотрите у него грудь пробита глаз глаз и рот и сердце в смысле а почему они не могли чего у вас почему мы не могли вытащить его ногу просто ранение одно у нас вы чё совсем узнав о похождениях кейт в индийском отделении страха директор решил покарать нерадивых сотрудников этого отделения индийскому штабу предстоит стать полигоном для практического испытания супер солдат а вот это уже жесть а вот это уже несмотря на то что кейт уже забрала всю необходимую информацию из этого штаба она решила вернуться туда в надежде предотвратить трагедию а мне интересует вообще армстронг он выживет он там остался с этим кстати да как он как сбежать там вообще а он его не ёбнет своим глазом глава 10 проклятие кали полигон то что вы говорите абсурд страх планирует провести полевые испытания страх они намерены использовать супер солдат чтобы уничтожить индийский штаб хотят наказать их тогда возможно операция уже началась я лечу туда сообщите полиции и попросите их ни во что не вмешиваться на защите на его снимешь всех из этого района хорошо но будьте осторожны и односкольте группу захвата на станцию в антарктике амстронг все еще там считайте это уже сделано так он стук уж наверно там ты представляешь чувак ты зачем вышел в такой такой время сидел бы дома блять ты чё ты чувак ты тупой на хуя ты вышел так это там таких много одинаковых так это у нас только этот андерс неуправляемый был о менты опять мы все еще продолжаем к вакансию я займусь выводом людей короче идите мирных жителей солдат просто пиздец и кстати приятно познакомиться ментяра помните как как они ловили нас в каких-то час мы как бы в одной лодке с не ночью делать кому лобида сближает да куда ты пошла собственно говоря тоже индийский фон уже таких вот костюмами вообще проходить это видео него другая пушечка а у кого там чувак стоит блин слушать не короче нам нужно будет спасать людей вот при сейчас кейт покажет добродетель ты чё корише я горю вот это вот конечно кейт показывает свою добродетель это мы будем делать уже все в следующий раз подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на все что будет в описании иначе у нас сейчас клуб нет кстати давайте проверим его меткость ну конечно а если вот подальше в общем всем пока а